доброго всем времени суток у кого сколько времени поэтому сегодня такое обращение у меня вечерний раздрай ой посмотрите сегодня я начала соединение детки вот с этого пня много раз вам рассказывала даже сын сделал замечание сказал мама срочно отсоединять потому что у детки посмотрите что делается но в принципе показывать было нечего многочисленные мои видео отсоединения при стволовых деток но все делается элементарно находится место где более выгодно сделать это соединение и отсекается верхняя часть когда убираете отсекаете верхнюю часть саму орхидеюшку вы всегда обращайте внимание на количество корней и насколько они способны пропитать наземную часть здесь вот это вот количество корней способна пропитать наверное я так думаю с десяточек таких верхних частей орхидея не сильно большая вот на уровне руки посмотрите видите цвела многочисленные у нее уже длинненький стволик смотрите сколько раз нас на стволе вызревали цветоносы как минимум так раз два с этой стороны и здесь у нее с этой страны три четыре четыре цветоноса было и вот он пятый сейчас я его оставила он в более верхней пазухе поэтому он мне не мешает пусть будет сняла место среза я сейчас припрыскала спиртом у меня вот вот так вот продезинфицировала вот видите как все круто что буду делать оставляю в ночь вот в таком состоянии я сейчас увлажнила корневую систему давайте покажу вам очень красивые корни фиолетовые корни розовые корни этой орхидеи вот они воздушные они были в воздухе у этой орхидеи есть особенность цвета корней именно такая это не заболевание несмотря на то что орхидея белого цвета она беленькая бесконечно красивая но на уровне белого цвета посмотрите у нее вот такая фиолетовая часть стволика это ее генетическая особенность и темные вот такие фиолетовые цветоносы так все сделала место среза я сейчас обязательно покрою зеленочкой после того как спирта подсохнет а потом оставлю в ночь до утра место срез хорошо затрамбуется ну и все а потом я покрою его живицей бальзамом который делает плодную мембрану и буду размещать пока не знаю куда буду размещать уж больно красиво смотрятся вот эти корни в этой круглой колбе потом очень сложно извлекать растение при последующих пересадках приходится бить эти круглые шарики и сняла вот отсюда это материнская орхидея которая просто взяла просто скинула листья свои ни с того ни сего и дала детку но знаете как нет было все в другом порядке она вначале дала большую детку хорошую которая хорошо стала развиваться а потом про себя забыла и скинула все свои листочки я сейчас что делала вот смотрите вот отсюда вот отсюда у меня выпрыгнули некоторые он они корешочки уже грунтовые те корни которые появились на орхидеи в нижнем уровне они зашли в грунт видите да но и на орхидеи уже большой настал прирост по хорошим воздушным корням все это я обязательно размещу в посадочку здесь можно было ниже делать отсечения потому что вот это корни тоже детки но количество корней большое и оставлять еще вот тут два сантиметра ствола но не было никакого смысла поэтому я оставила что буду делать девочки вы меня пожалуйста не и мальчики вы мне пожалуйста не ругайте я ее сейчас просто выберу беру в пакет мусорный переворачиваю и выбрасываю что не хочу я тут доращивать никаких деток на этом пинке и пинке от детки вот тоже здесь могут кстати два ростка появится росток может появиться со стволика детки он уже взрослый и росток может появиться со стволика матушки но я сейчас оценила состояние корней в посадке там которые остались у пенька и я понимаю что в этом не будет никакого смысла поэтому я это дело выбрасываю но вы думаете что я сейчас успокоилась нет сейчас мы с вами отправляемся снимать следующую детку все поехали сегодня будет видео очень очень интересное и еще раз забыла сказать спросите что это за ссор это кислица вот эта кислица которая взялась неоткуда в посадке и она мне заплевала своими семенами все горшки на полке трек все все стены все горшки все засеяла собой мне сейчас приходится из горшков с орхидеи доставать вот молодые роски от этой кислицы это же просто какой-то ужас но вот взялась неоткуда уж поверьте я специально ее не заселяла все это сейчас будет естественно отправлено в мусорное ведро но детка очень красивая посмотрите какая она классная сколько же там корней очень красивая орхидея вы знаете какая она у нее белые цветы но они кружевные какие кружевные у нее какая-то определенная гофрированность лепестков орхидея бесподобная а следующий на отсоединение у нас будет с вами вот такая тоже великорослая детка посмотрите какая красота ой здорово вы мне сейчас спросите ирина почему вы раньше не отсоединяете а вот подращиваете до такого уровня что это уже не детки а это уже растения взрослые просто вот знаете в магазине меньше можно купить орхидею нежели у меня взросшенные детки объясняю чем старше детка чем больше она выглядит чем больше у нее возраст чем больше у нее листьев и корней тем результативнее будет отсоединение тем быстрее вы получите заветное цветение от тех деток которые снимаете это орхидея африканский закат божественная красавица вот видите у нее здесь потеря точки роста у материнской орхидеи сохранилось несколько листиков ну сколько у нее раз два три я вижу три лет нет 4 листа сохранилась на материнской орхидеи вот детка которую сейчас я буду отсоединять прежде чем отсоединить мне необходимо найти место где это выгоднее сделать где это будет правильнее сделать сделать это будет правильнее я не знаю как вас туда направить давайте смотреть где вот смотрите вот он стволик видите детки вон он безобразная какая-то видеосъемка получается вот там над листом в пазухе этого листика материнского появилась детка и вот как раз туда сейчас я заведу крепкий толстый усиленный секатор и сниму эту детку а потом мы с вами посмотрим какая она классная здоровая и росла и опять таки это детка сегодня пересаживаться не будет в грунт в посадку и она не пойдет я даю ночь на подсыхание место среза чтобы закрыть входящие ворота для инфекции что знаете что не решила ли все таки по убирать горшки с растениями чтобы туда добраться сделать правильное отсечение это я убираю шампань орхидея которая тоже скоро отправится в новую посадку здоровенная матрона нижний листик сошел зато у нее посмотрите какая красивая наземная часть шампань это сумасшедшая орхидея это орхидея золотое яблоко вместе с вами пересаживали в закрытую систему посадки очень эта посадка пришлась по нраву это орхидея посмотреть какая барышня нижняя часть стволика у нее было очень странной и мы вместе с вами ее лечили топсин эмма вот здесь но в принципе все хорошо дальше процесс не идет убираю вот собственно детка ведь какая рослая классная у материнской орхидеи так как сохранены ну листочки немалое количество у нее корни в горшочке просто бомбезны у матушки поэтому она еще мне даст и не одну детку родит обязательно так посмотрите эти я не знаю насколько мне получится ну давайте смотреть я ищу где мне ее отсоединить чтобы все корешочки по максимуму оставить вот я нашла самый низ я конечно понимаю что вам не очень видно постараюсь сейчас вот так вот перевернуть вы меня простите если я там не все вам покажу и вот так я снимаю детку можно немножко ее докрутить вот так опа о посмотрите какая красота сошла так снимаем ее корней это предостаточно они накормят обязательно и листики их хотелось бы побольше так давайте покажу вам вот они щупальцы ее в растущем состоянии все корни вот я сейчас посмотрела все раскуклены видите кончики растущие зелененькие стремящиеся при посадке таких растущих корешков нужно быть предельно аккуратным и внимательным потому что все-таки эти корни растущие они нежные и повредить во время пересадки их очень очень легко и во время посадки много вот таких корешков раскукленных при повреждении они закупливаются поэтому действуйте очень очень аккуратно но я ее сейчас размещу в какой-нибудь стеклянную вазу корнями также на ночь для того чтобы зеленую часть стволика подсушить я сейчас вот это место закрою зеленочкой после того как ночь пройдет утром я закрою место среза живицей бальзамом который используется для прикрытия раневых поверхностей ну что как говорят гулять то гулять показывать значит показывать обычный бриллиантовый зеленый спиртовой раствор миллионы раз уже дело такие вещи закрываем место среза очень хорошо трамбуется мембрана образуется плотная защитная ну а завтра утром бальзам живица подготовила горшок закрытая кашпо большой объем у нее не у нее 2 литра у этого кашпо я просто пока временно эту орхидейку так корнями сюда размещу но предварительно хочу я их конечно чуть-чуть так увлажнить по поверхности вот видите сейчас буквально пару минуточек эти корешочки они достаточно быстро молоденькие посмотрите какие они расправленные пухленькие то что мы с вами любим пухленькие корешочки прям мимимишки я сейчас их размещу крайне мере постараюсь давайте начали одни завожу потом я завожу вторые и третье и аккуратненько их размещаю окей позаботиться о подпорочке чтобы она не валилась нужно обязательно вот смотрите какая она здоровенная это называется детка нет конечно это уже взрослая хорошая орхидея но она все-таки не укорененная воздушные корни корней на количество пар листьев еле-еле хватит я погорячилась сказав что способность пропитать такое количество корневой системы ну будет у растений нет листиком будет маловато смотрите после укоренения вернее после размещения в посадку во время укоренения какой-то процент тургора листиков это орхидейка она потеряет но она потом его быстро наберет это нормальная реакция растение на отсоединение и пересадку когда корневая не сильно то шибко хорошо развита они классные но их мало на такие раскидистые листья здесь вот размах сейчас уже по листьям если посмотреть ну наверное сантиметров сорок сейчас как раз листочки протру для того чтобы получить хороший результат укоренения нужно использовать любые составы которые помогают в этом я люблю применять конечно аминокислоты которые очень хорошо стимулируют растения для того на то чтобы они хорошо развивались и прирастали корнями растение в этот момент она не занята производством собственных аминокислот внутри себя аминокислоты я даю корневой системе можно ими протереть листочки во время пересадки и укоренения дать аминокислоты извне корни орхидеи очень хорошо принимают их виде органических растворов и хорошие результаты получаются очень 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 это рассказа не на пустом месте это практика вот такие сегодня сняты две детины все завтра тут до утра они отдыхают я вам сейчас покажу все-таки материнскую орхидею африканского заката там был случай я вам рассказывала почему раскидистая огромная орхидея она была очень высокая на полметра высоту было там получилось что я не увидела наверху поливала растение и прокапала у меня орхидея сюда вот в точку ну вернее вот в середину ствола не заметила не убрала лишнюю воду и как-то вот она не испарилась может быть это было связано с тем что орхидея вот она была наклонена и как раз вот поражение произошло в этом наклоненном уровне где вода застой получила ну ладно получили оба обалденную детку а вот это вот мадам она мне еще несколько деток даст потому что посмотрите какие у нее корни девочки на зависть слушайте я не знаю так не охота поднимать конечно ее а ну в принципе можно это сделать вот посмотрите какие корни на материнской орхидеи в горшочке ага красота то какая такой состав по корням и по листьям способен дать еще не одну детку поэтому ждем прибавления ну и как всегда обращаюсь к вам с вопросом нужно ли снимать видео по посадке этих деток если нужно пишите в комментариях будем работать вместе сегодня видео буду заканчивать в принципе интересно вот мне самой интересно конечно разгребать такие гуще лесные варианте моих орхидей и интересно мне вам все это конечно показывать подробно все объяснять для того чтобы вы тоже имели возможность понаблюдать посмотреть и не совершать ошибок желаю вам здоровья благополучия всего вам самого самого наилучшего всем пока пока до новых встреч ну и как всегда по скриптум да смотрите что нужно еще сделать на материнской орхидеи у нее детки могут появиться откуда угодно не обязательно это будет где-то между пазух листьев сохраненных это может быть даже в нижней части стволика поэтому сухие чешуйки от старых листиков нужно обязательно убрать для того чтобы ничего не мешало появлению новых росточков ну вот по моему я все и сделала все видите вот стволик чистый очищенный детка может появиться даже вот самого нижнего уровня вообще может выйти откуда-то оттуда из грунта могут появиться сразу несколько деток потому что на такое количество корней и сохраненных листьев конечно это возможно ждем что делает все здоровье и Sitegree это битва опять же и это вот и вот вот